Мы услышали треск. Повернули голову. В этот момент мы увидели, что ребёнок стоит на лестнице. Дети играли. Были две девочки и мальчик. Эта трагедия произошла на глазах десятка очевидцев. Жильцы дома проводили собрание во дворе. Всё произошло настолько быстро, что взрослые не успели помочь. Мальчик забрался наверх. И после того, как произошёл этот треск, плита резко упала. То есть мы даже ничего не смогли сделать. Это очень страшно. Мы, конечно, не врачи, но ребёнок погиб практически сразу. Если вы обратите внимание, на лестнице остались вмятины. То есть ребёнок получил травму несовместимой с жизнью. Очевидцы бросились поднимать плиту. Под конструкцию подкладывали камни и пытались поднять с помощью старых дверей. До последнего верили, что мальчика удастся спасти. Мы пытались поднять плиту, но даже семь парней, они просто физически не могли осилить подъём. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Прибывшие медики констатировали смерть. О погибшем мальчике знакомые отзываются очень тепло. Судя по профилю в соцсетях, мальчик увлекался компьютерами, автомобилями и играми. Занимался борьбой ММА. Бывают дети-хулиганы, да. Это очень душевный ребёнок. У меня дети сейчас находятся в Москве, и они просто в шоке сами находятся. Дети маленькие, но они же всё это понимают. И они мне задают вопрос, мама, почему его не смогли спасти? Эта детская площадка – ровесница многоквартирного дома, 80-х годов постройки. Здесь играло не одно поколение детей. Последние десятилетия площадка считалась опасной. Сыну моему 60 лет, мы перешли своему 80. Вот они выросли, внуки мои выросли, которым уже 30 лет. Ну, опять за годы уже всё это там сгнило. Местных жителей не раз спросили, чтобы конструкцию снесли. Вчера женщина, которая тоже была свидетелем трагедии, она была в шоке, потому что она говорит, я только говорила, поднимала этот вопрос из собрания. И вот случилось то, что случилось. Просто не нашли деньги на то, чтобы убрать, демонтировать. Бетонную плиту убрали только сегодня, после трагедии. Теперь эта конструкция – вещественное доказательство. Его будут хранить, пока расследуют уголовное дело. Следствием будет дана правовая оценка действием, либо бездействию лиц, ответственных за содержание придомовой территории. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а расследование уголовного дела продолжается. Ход расследования находится на особым контроле руководителя следственного управления, генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова. Рядом с упавшей плитой вторая, такой же конструкции. Основания практически отсутствуют. Сколько добивали, сколько просили все это снести, убрать. Пока ребенок не погиб, ничего не решили. Но на этой площадке еще много потенциально опасных мест. Например, старая беседка. Вторую бетонную плиту сегодня демонтировали. В областной больнице имени Селищева констатируют, только за прошлый год к ней поступило 600 детей с травмами. Из них 30 получили повреждения на качелях и детских площадках. Расследование гиблии ребенка в Астрахани взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Быстрыкин. Прокуратура региона проведет масштабную проверку детских и спортивных площадок в области. Наталья Фомина, Олег Райда, Центр новостей.